Также мы можем указывать в регулярных выражениях, что нас интересует некоторое число повторов нашего символа или группы символов. Сначала рассмотрим метасимвол звездочка. Когда мы пишем звездочку после, например, символа b, то мы говорим, что нас интересует любое число символа b, включая 0. В таким случае, когда мы исполним данный код, мы найдем на самом деле все строки, которые здесь указаны, потому что здесь у нас 0 символов b, здесь у нас 1 символ b и здесь у нас 2 символа b. Если же нас интересует только положительное число включений, мы можем использовать метасимвол плюс, который указывает, что нас 0 не интересует, а вот 1, 2, 3 и так далее нас уже устроят, поэтому мы найдем только abba и abba. Используя метасимвол вопросик, мы можем сказать ему, что нас интересует 0 или 1 вхождение символа b. Таким образом, ровно их мы и найдем. А вот если нас интересует конкретное число вхождений или от какого-то до какого-то количества, то мы можем использовать метасимвол фигурных скобок. Внутри фигурных скобок мы можем указать то количество, которое нас интересует, например, 3. И тогда мы найдем ровно то число вхождений, которое мы указали. А если мы переводим два числа через запятую, то мы найдем, допустим, от 2 до 4 вхождений. Стоит заметить, что по умолчанию метасимволы повторов, будь то звездочка или плюсик, являются жадными. То есть не пытаются вовлечь в себя как можно больше символов, при том, чтобы наше все регулярное выражение удовлетворилось целиком. Давайте рассмотрим на примере. Пускай у нас есть следующее регулярное выражение и пускай у нас есть следующая строка. И мы пытаемся с помощью функции матч найти тот префикс нашей строки, который подходит под данное регулярное выражение. Давайте прежде всего ответим, что таких префиксов у нас несколько. Во-первых, вся наша строка подходит под данное регулярное выражение. Последний символ это А, первый символ это А, а все символы в промежутке, они подходят под описание А, Б. Также у нас есть префиксы поменьше, это данный префикс, потому что если мы задумаемся, то данный символ А также подходит под последний символ. Эти символы тоже лежат вот здесь, а наш первый символ также является А. Но ведь и это не все. Дело в том, что наш префикс еще меньше, который состоит из трех символов, также подходит под данное регулярное выражение, просто потому что последний символ А будет последним, а Б входит в данный диапазон. Тогда какой из данных префиксов вернет функция match? Правильный ответ самый длинный, потому что по умолчанию данные метасимволы являются жадными. Давайте посмотрим, как у нас составлялся ответ. Мы бы в таком же порядке убежались по нашей строке и пытались бы удовлетворить наши символы регулярного выражения. Сначала бы мы взяли в ответ А, потому что он удовлетворяет нашему символу А. Затем мы бы поочередно брали Б, А, А, Б и А, потому что они подходят под данный метасимвол. То есть мы бы взяли Б, взяли бы А, взяли бы А, взяли бы Б, взяли бы А. Затем мы бы дошли до конца строки, но при этом мы бы хотели взять еще один символ А, который бы заканчивал наше регулярное выражение. Мы бы это сделать не смогли, потому что мы уперлись в конец строки. Тогда мы бы вернулись обратно, мы бы выкинули последний символ А и пытались бы закончить наше регулярное выражение. Мы бы убедились в том, что следующим символом является А, добавили бы его в ответ и убедились в том, что вся наша строка на самом деле подходит под данное регулярное выражение. Таким образом, при жадном подходе мы сначала пытаемся выбрать строку максимальной длины, которая нам удовлетворяет, а затем проверить. А вот то, что осталось от нашей строки, оно подходит под остаток шаблона, который у нас остался. Если нет, то мы символ один с конца выкидываем и снова проверяем. Если снова нет, то мы снова бы выкинули один символ с конца и снова бы проверили. Таким образом, когда мы пытались сначала добавить все пять символов под регулярное выражение, у нас осталась пустая строка, как остаток от нашей строки, и мы пытались проверить, подходит ли она под шаблон A. Она не подходила, поэтому мы избавились от нашего A внутри данного выражения, добавили A вот сюда, сверили, подходит ли данный остаток строки с данным регулярным выражением, он на самом деле подходит, и поэтому мы добавили его в ответ. Однако, если бы здесь и здесь оказались, например, символы B, то все было бы куда веселее. Мы бы сначала попытались добавить сюда все пять символов, потому что они сюда подходят, затем сравнить пустую строку с нашим символом B, убедиться в том, что он действительно под него не подходит, забрать последний символ отсюда, добавить его как последний символ строки сюда, и затем мы сравнили остаток строки, то есть строку A с нашим символом B, убедились бы, что она также не подходит, забрали бы еще один символ отсюда, сказали бы, что остатком нашей строки является строка B, сравнили бы ее с B, И затем, когда убедились в том, что наша строка BA начинается на B Добавили бы B в ответ Вернули бы вхождение строки AB, AA, B Давайте убедимся в том, что плюсик действительно действует жадно Давайте опишем следующий шаблон И переводимся на следующую строку AB, A, BA Мы убедимся в том, что мэтчем действительно является вся наша строка Если мы запустим find all, то мы тоже найдем всю строку целиком Мы, однако, можем попросить его искать не жадным способом А наоборот, найти наименьшее число вхождений Которое бы удовлетворило наше регулярное выражение Для этого мы можем использовать вопросик после нашего мета-символа Давайте просто поставим здесь вопросик в нашем регулярном выражении после плюсика И тогда мы найдем, что мэтчем является строка наименьшей длины И более того, если мы используем такое регулярное выражение find all То мы найдем оба вхождения строки AB, A, B, A Таким образом, мы можем использовать мета-символы повторов Для нахождения повторных вхождений какого-либо символа или группы символов Однако стоит всегда быть аккуратным, потому что метасимволы повтора по умолчанию являются жадными.